Детская история Холодно на улице или жарко? Холодно, да? Кому-то жарко, холодно. Хорошо. А скажи, поднимите руку, кто из вас когда-то болел? Да? Все болели. Хорошо. Смотрите, я вам принесла такую штучку. Вы знаете, что вот это? Так, давайте я вам покажу. Вы когда-нибудь его использовали? Да. Так, да. И для чего мы его используем? Чтобы померять температуру. Молодцы. Смотрите, на нем есть разные циферки. Когда там написано 37 и выше, это значит, что вы заболели. И вот у нас сегодня будет про вот эту историю. История про градусник. Одного мальчика звали Антон. Он был хорошим мальчиком. Он ходил в церковь, учил памятные стихи, любил маму и папу, и у него были сестрички. И вот... У тебя нету. У меня нету. У меня нету. Хорошо. И вот, когда он... Но у него была одна проблема. Это была проблема, он очень плохо учился в школе. Детки, у вас хорошие оценки в школе? Вы хорошо учитесь? Нет? Не очень? И вот ему было очень сложно делать домашнее задание. Каждый раз, когда он приходил домой, он садился за свою парту и смотрел на улицу. А на улицу там детки. То играют в снежки, то на лыжах катаются, то на санках. Ему тоже хочется. А летом было еще сложнее. Все прыгали, бегали. И как так? Он тоже хотел. И вот. В один день он пришел домой, и он завалил тест по математике. И думает, мама опять меня накажет. Почему я не могу хорошо делать тесты? И он подумал, а зачем мне вообще нужна школа? И у него появилась одна идея. Вечером, когда родители пришли домой, мама заходит в комнату, а Антон лежит и не двигается. У него заматана голова и торчит градусник. Мама подходит к Антону и говорит, ты что, заболел? А Антон ему тихо отвечает, да, мама, я заболел. Мама потрогала его лоб. Но что-то странно, лоб у него нормальный, а на градуснике написано 37,3. Она думает, ну может завтра пройдет. Вот. Они утром встали, а завтра температура не прошла. Она опять померла температуру. Она ему дала градусник и пошла помогать папе. Когда она вернулась, градусник опять писал 37,3. Мама думает, что-то странно, может точно заболел? Ну хорошо, вот тебе таблетки она положила на столе и говорит, попей таблетки, а вечером проверим. Давай, может хочешь помолиться? Антон посмотрел на маму и говорит, нет, я уже помолился, ты давай быстрее иди на работу, опоздаешь. Мама ушла, все ушли. Антон сидит тихо. Взял таблетки и выкинул через окно. Он встал, размотал голову, попрыгал на кровати, поигрался в игрушки, почитал что-то. Как вы думаете, он болел или не болел? Нет, он не болел. Он попрыгал на кровати и думает, ой, как классно. Пропустил тест по математике, двойку не получил и еще хорошо погулял дома. Вечером пришли родители. А он быстренько назад в кровать, обмотал голову и лежит. Мама приходит и говорит, ну что, тебе лучше стало? А Антон ему отвечал, нет, мама, мне так же плохо. Мама думает, ну что-то странно, хорошо, давай проверим температуру. Она дает ему градусник и выходит. Антон берет этот градусник и хорошо думает, померяю я температуру. Мама приходит назад и все равно пишет 37,3. Она думает, что-то странно. Они с папой начали шептаться. Мама говорит, как у него может быть температура, если он не кашляет, не чихает, соплей тоже нету, а лоб у него вообще нормального, нормальной температуры. Папа думает, что-то тут нечисто. Он взял градусник и пошел к Антону опять. Он говорит, сынок, померя еще раз температуру. Он вышел на секунду, и когда он зашел, вы не представляете, что он увидел. Антон взял градусник и приставил его к теплой батарее. А когда этот градусник нагревается, циферки идут, оно идет выше. Папа увидел Антона. Антон быстренько посмотрел на папу и забежал в кровать. Папа подходит и говорит, ну что, Антон, давай проверим твою температуру, показывай. Он смотрит на градусник, а там написано 39,8. Ну что, говорит папа Антону, не успел ты сбить градусник до 37,3, да? Антону стало так стыдно. Он, бедный, уже накрылся одеялом. Папа ему говорит, Антон, такое ты же соврал, такое делать неправильно. Давай я тебе почитаю один стих из Библии. И один из стих из Библии говорит так, что каждая ложь войдет наружу. И это значит, что даже если вы врете, кто-то об этом все равно узнает. Поэтому, детки, давайте мы не будем врать родителям, будем всегда говорить правду, ведь все все равно потом узнают, и Бог тоже знает все. Хорошо? А давайте теперь помолимся. Кто из вас хочет помолиться? Хорошо. Давайте, церковь, встаньте, пожалуйста. Дорогой Иисус, спасибо за добрый день тебе дам, что ты дал нам, за добрый день, что будешь послушать, здоровый. Ухраняй маму и тату, что в небо здоровый. Ухраняй нас всю мир, и ухраняй Украину, что не было там страх. Ухраняй нас всю боль, и ухраняй нас всю боль, и ухраняй нас всю боль. Ухраняй нас всю боль, и ухраняй нас всю боль, и ухраняй нас всю боль. Аминь. Хорошо, а теперь берите разокрашки и садитесь к своим родителям. Блин, не сердце любовь, дай мне радость, мир и радость, силу дай всех людей любить. Всех людей мне в сердце любовь, чтобы мог я, чтобы мог я в каждый день с Иисусом проводить. О, скорей же, мать спасите, всех возьми на свой небесный дом. Доброе утро, еще раз, дорогая церковь. Пришло время для служения пожертвований, но прежде я бы хотела с вами поделиться одной интересной притчей. В одно солнечное утро молодой студент вышел на прогулку со своим преподавателем. Во время прогулки на другой стороне улицы этот молодой человек увидел старую пару обуви, которая, по-видимому, принадлежала некому крестьянину, который работал недалеко на поле где-то, и уже было время такое, что вскоре он должен был заканчивать работу и прийти к тому месту, где он оставил свою обувь и пальто. Студент сказал своему профессору, а давай-ка мы подшутим над этим крестьянином. Мы спрячем его обувь и будем тайно наблюдать, что же он будет делать. Профессор помолчал немного, а потом ответил ему. Юноша, никогда, никогда в своей жизни не подшучивай над чужим горем и чужой бедой. Но поскольку ты состоятельный молодой человек, то можешь получить удовольствие от следующего. Давай сделаем так. Ты положи по одной золотой монете в каждый башмак этому крестьянину, а мы спрячемся неподалеку в кусты и будем наблюдать за его реакцией. Ответил студент. Ну, хорошая идея. Он так и сделал. Положил по одной золотой монете в каждый башмак, спрятались за кустами в ожидании, что же будет дальше. Крестьянин закончил свою работу и пришел, как мы понимаем, на то место, где он оставил свою обувь и пальто. Пока он обувался, он почувствовал, что что-то есть в ее обуви. Вначале он подумал, что это камушек там, но когда он понял, что это монета, он очень удивился, изумился, откуда она могла бы тут быть. Некоторое время он был такой задумчивый. Он посмотрел по сторонам, посмотрел направо, налево. Никого не было. Он положил эту монету в карман и стал обувать следующий башмак. К его удивлению, и в следующем башмаке он тоже нашел одну золотую монету. Внезапно он так расчувствовался, упал на колени, поднял руки и голову кверху и начал горячо молиться. Слова его молитвы были настолько искренними и громкими, что и этот преподаватель, и студент отчетливо слышали все его слова. В своей молитве он вспомнил тяжело больную свою жену. Он вспомнил деток, которым были голодные и нечем было их кормить. А сейчас, благодаря невидимой руке, которая положила эти золотые монеты в его башмаки, у него будет еда, и они будут спасены от голода. Когда студент был потрясен, его глаза были полные слез. Тогда профессор, обратившись к нему, спросил его, «А если бы ты пошутил так, как ты задумал в самом начале, был бы ты тогда таким же счастливым, как ты являешься сейчас?» Юноше было стыдно. Он ответил, «Профессор, вы мне дали урок, бесценный урок, который я никогда в своей жизни не забуду. Сейчас, как никогда раньше, я понимаю те слова, «Блажение благословен тот, больше, кто дает, нежели тот, кто получает». Этот бесценный урок, который преподал профессор своему студенту, я думаю, что актуален и сегодня для нас. Мы с вами все, присутствующим в этом зале, обладаем ни одной и ни двумя монетами. Возможно, не золотыми, но имеющие определенную ценность. Но давайте проверим каждый себя. Как мы относимся? Каково наше отношение к тем, кто нуждается в этих наших монетах, в нашей помощи? Презираем ли мы их? Насмехаемся? Или с глазами полными слез испытываем радость и удовлетворение, благословение от того, что мы делимся тем, что у нас есть при избытке? Доброта, сочувствие, жертвенность. Вот те качества, которые Господь сегодня желает видеть в каждом из нас, присутствующим здесь. И сегодня мы можем на себе испытать тот бесценный урок, который преподал преподаватель своему студенту. Более благословен тот, кто отдает, нежели тот, кто получает. И в Деянии 20 главе 35 стихе апостол подтверждает ценность и правдивость этой притчи. Во всем показал я вам, что так, трудясь, надо поддерживать слабых и памятовать слова Господа, ибо Он Сам сказал, блажение давать, нежели получать. Если вы, слушая сегодня эту притчу, приняли решение делать добро, поспешите и не будете никогда сожалеть. Следуйте голосу своей совести и никогда не сворачивайте с пути нравственных ценностей. Аминь. Я приглашаю помощников пройти сюда, а зал для молитвы подняться. Любящий Небесный Отче, мы благодарны Тебе за благословение каждого дня. Мы благодарны Тебе за сегодняшний благословенный субботний день. Мы благодарны Тебе, что мы одеты, сыты, что над нами мирное небо, за ту возможность благословенную, что мы можем иметь еще в спокойствии собираться в Доме Твоем, служить Тебе. Благодарим Тебе за то, что Ты благословляешь нас работой, что мы имеем средства для пропитания, а также помоги нам с мудростью распределять эти средства и быть щедрыми для тех, кто нуждается в нас. Помоги быть верными и по отношению к Тебе. Помоги, чтобы в Доме Твоем всегда была пища. А нам помоги, испытывая верность, таким образом прославлять Тебе. Дорогой Господь, просим, благослови нас всех, благослови всех, кто будет жертвовать, и воздай вас сто крат всем. Во имя Христа. Аминь. 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 Продолжение следует... Я хочу, Господи, похоже быть на Тебя, Чтобы невзгоды все проходили не зря, Чтоб шаг за шагом мне путь пройти к вечности, Даруй мне больше сил, терпенья и смелости. Чтоб шаг за шагом мне путь пройти к вечности, Даруй мне больше сил, терпенья и смелости. Молитва пусть моя будет не о себе, Дай вспомнить первому, кто сделает злое мне. Как часто сердце очистит свое спеши, О врагах своих вспомни и замолчи. Как трудно жить, когда нет защиты Твоей, Молюсь я позже, и сила моя в Тебе, А когда рядом Ты не страшна, мне беда, Мой искупитель, мой Бог Ты моя стала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Приветствуем дорогих друзей, братьев и сестер, гостей и посетителей служения Церкви Христиан-Адвентистов 7-го дня в Славянской Церкви в городе Сакраменто. Мы рады вас видеть сегодня здесь на богослужении, рады, что вы присоединяетесь к нам, чтобы вместе объединяться в пении, прославлении, молитвах к Господу нашему. Мы рады, что сегодня вместе можем делиться Словом Божьим, пениями и благодарны Богу за каждого участника этого служения. Мы приветствуем тех, кто, может быть, сегодня впервые в нашем зале. Есть такие, кто сегодня впервые приехал в нашу церковь? Поднимите руку или поднимитесь, пожалуйста. Поднимитесь, пожалуйста. Очень рады вас видеть. Есть еще? А вот сестричка. Давайте поприветствуем. Рады видеть вас. Мы хотим, чтобы вас увидели и обязательно познакомились с вами, чтобы подошли и приняли вас в семью, чтобы вы ощутили эту близость, это родство и радость христианского общения. Пусть Господь благословит ваше пребывание здесь, в этой церкви и в этом городе и благословит общение с церковью. Сегодня у нас проповедует пастор, пресвитер, пастор, наверное, правильно, пастор и пресвитер нашей церкви, Александр Ханчевский. Пожалуйста, молитесь о нем. Он нуждается в том, чтобы Дух Божий наполнял его и он мог передать Божью весть от всего сердца, от сердца к сердцу, как сказать. Нас приглашают на торжественную жатвенную программу в украинскую церковь сегодня в 5 часов вечера. Так что, если у вас были какие-то другие планы, вы можете почувствовать, что здесь особенная семья христианская в торжественной программе, жатвенной программе в украинской церкви на 5 часов. Мы получили переводные письма сегодня, и у нас их много. Будьте внимательны. Мы рады, что новые и новые члены церкви присоединяются к нашей церкви. Вы знаете, на этой неделе у нас был совет церкви, и мы рассуждали, и среди разных вопросов у нас был один вопрос. Братья, если церковь наша так динамично растет и увеличивается, нам нужно думать, что делать завтра. Потому что церковь наполняется, и скоро не будет свободного места. Мы должны подумать о том, чтобы нашим посетителям, нашим членам церкви было комфортно. Я хочу вам сказать, что молитесь об этом. У нас в Совете уже есть планы. Мы молимся о том, чтобы Господь открыл нам, каким образом ответить на этот вызов. Я пока не отвечу вам, какое решение мы приняли, но я хочу вам сказать, что мы молимся пока об этом, и надеемся, что Господь поможет нам решить эту проблему, эту радостную проблему, эту радость. Пусть Господь даст нам мудрости и всем нам, как членам церкви. Мы получили переводные письма сегодня, и сегодня второе чтение, то есть мы будем голосовать в конце, после этого чтения. Мы получили переводное письмо на Сергея Горева. Видите его? На его дочерей Кристину Толмазан и Зинуры Снежана Беляловы из Симферополя. Поднимитесь, пожалуйста, еще раз, чтобы все вас видят там, и здесь в их зале. Вы видите их в зале? Наверное, видели и раньше. Да, в какое-то определенное время. Мы искренне рады вам сегодня. Также мы получили переводные письма на Петра и Яну Ярошенко. Анна Ярошенко. Это церковь-родник мытищи. Да, из Московской области. Теперь Сергей, Светлана, Анастасия и Максим Веденичевы. Знаете таких? Знаете, да? Беларусь. Видите, какая удивительная наша церковь с разных стран. География очень большая. И с севера, и с Белоруссии, и с Московской области, и с юга едут к нам. Мы рады, искренне рады каждому из вас, дорогие братья и сестры. Это говорим искренне, потому что мы видим, что церковь живет. Церковь наполняется молодыми братьями и сестрами, активными, которые могут принимать участие в служении. Да, мы хотим, чтобы наше служение было динамичным, чтобы детки здесь было больше и больше, чтобы скоро они помещались, и мы приняли решение и увеличили еще наше помещение. Ну, пусть Господь руководит всем этим, и церковь наша возрастает. Я хочу теперь спросить вас, мы будем голосовать за каждую семью отдельно или за всех вместе? Вы готовы за всех вместе, да? И готовы проголосовать? Прошу проголосовать. Кто за то, чтобы названных братьев и сестер мы приняли в члены церкви, славянской церкви христиана 207-го дня города Сакраменто? Прошу проголосовать. Спасибо. Есть те, кто против? Единогласно. Искренне рады за вас, братья дорогие и сестры. Пусть Господь благословит вас и ваше пребывание в нашей церкви славянской, чтобы оно было особенным, радостным, плодотворным, чтобы ваше служение и ваши таланты были здесь применены для славы Божией. Наверное, вы смотрели объявление, которое делал наш пастор Роман. Он сегодня путешествует и посещает одну из церквей в Сиэтле. И там у него есть встреча с нашими братьями и сестрами. Я надеюсь, что и она будет плодотворной, будем молиться об этом тоже. Мы хотим сказать, что на этой неделе церковь наша молится. У нас такая хорошая традиция есть. Мы молимся о семьях. Мы молимся о семье Демчук, Алена и Назар. Знаете таковых? О них мы молимся на этой неделе. И также Демержи, Александр и Наталья, их дочеченька. Мы рады, что Господь созидает новые семьи. И пусть будем молиться об этом, чтобы наши новые семьи действительно были счастливы. И служение их было плодотворным здесь. Также на этой неделе у нас были именинники. Это Леонид Москалец, Марк Руссу, Соломия Жигайло, Светлана Ковач, Владислав Михайленко, Роман Цыганюк, наш пастор, Иван Уласевич. Мы поздравляем вас искренне и верим, что Господь будет вести вас и дальше, что Господь будет заботиться о том, чтобы и в следующем году вашей жизни вы видели Его руководство и Его защиту и помощь Его. Личные молитвенные просьбы, которые мы имеем, мы продолжаем молиться за Ольгу Казаренко и Алексея Бондаря. Я думаю, что вы знаете их. Мы благодарны Богу, что Господь продолжает заботиться о них. В то же самое время они нуждаются в нашей поддержке, молитвенной поддержке. Мы также продолжаем молиться об окончании войны в Украине. Пусть Господь руководит всеми этими событиями. Да, мы радуемся чему-то, переживаем и молимся. В то же самое время мы не перестаем, я верю, молиться о том, чтобы Господь сберег свою церковь, сберег народ, сберег людей и дал мудрости власти мужчинам, от которых зависит положить конец этому кровопролитию. Еще одну весть услышал буквально только в последние моменты перед тем, как выйти из-за кафедры. Может быть, некоторые из вас знали Артема Короленко. Он один из тех, кто недавно приехал. И он посещал нашу церковь, в последнее время посещал украинскую церковь. Он вчера вечером умер в госпитале. От несчастного случая его автомобиль сбил, он ехал на велосипеде. Я пока не знаю ни госпиталя, ни где-то, но будем молиться о том, чтобы Господь помог организовать и помочь этой семье в этот несчастный момент жизни. Да, только Господь знает наши планы в Его руках, наша жизнь и наше будущее. Мы не знаем, почему так произошло, мы не знаем деталей, но вот такое сообщение получили. Давайте будем молиться и об этой семье, о родных и близких, о том, чтобы как-то решить вопрос с помощью этому брату. Приглашаю вас в молитве. Отец наш небесный, наш Господь и Вседержитель, преклоняемся пред Тобою, Господь. Славим Тебя за то, что Ты по любви своей так милостив к нам, что Ты заботишься о каждом из нас, что Ты избрал нас, что Ты нашел нас в этом мире, что Ты привлек к своей любовью. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты нашел нас и открылся в своей любви, за то, что Ты послал Сына Своего Единородного Иисуса Христа, который умер за нас, который воскрес для нашего спасения и оправдания. Благодарим Тебя, Господь, и просим, чтобы Ты прибыл с нашей церковью. Мы молим Тебя, Господи, особенно о тех братьях и сестрах, за которых мы сегодня проголосовали. Просим, Господи, чтобы Ты обильно благословлял их здесь, чтобы Ты дал им понимание того, какой план у Тебя для каждого из них, чем они должны заниматься, каким образом они могут служить для Тебя и для церкви Твоей здесь. Молим Тебя, чтобы Ты укрепил их здесь, сделал сильным и в вере и свидетельстве о Тебе, нашем Боге. Наша молитва, Господи, сегодня о семьях наших, об Назаре и Алене Дымчук. Мы молим Тебя о Демиржи, Александре и Наталье и их семье. Просим, Господи, чтобы Ты обильно и их благословил. Дай нам, Господи, помнить об этом и среди недели, чтобы молиться об этих семьях. Мы молим Тебя, Господи, о наших именинниках. Просим, Господи, чтобы Ты продолжал их благословлять, как Ты благословлял и до этого момента. Ты даешь им каждый день жизни, каждый год жизни прибавляя. Господи, Ты ведешь их по жизни. Веди и дальше к Твоему славному явлению, к Твоему славному пришествию, и чтобы они могли вместе с народом Твоим там, встретившись, прославить Тебя, Бога нашего. Наши личные молитвы и просьбы к Тебе, Господи, особенно о сестре Ольге Козаренко, также о братья Алексея Бондареве. Просим, Господи, чтобы Ты продолжал восстанавливать их здоровье. Если воля Твоя угодно, дай, Господи, им восстановиться, чтобы они в здоровье могли прославлять Тебя с народом Твоим здесь, в церкви Твоей. Наша особенная молитва, Господи, о семье Артема Короленко. Просим, Господи, чтобы Ты прибыл с ними в это особенное тяжелое время, когда они получат это известие, когда им нужно будет решать вопросы. Господи, дай им мудрости, и нам, каким образом мы можем помочь в этих обстоятельствах. Молим Тебя, Господи, особенно, объединяясь молитвой всей церковью, о церкви Твоей в Украине, о народе Украины. Просим, Господи, чтобы Ты остановил эту войну, положил конец этому брату убийству, чтобы Ты, Господи, остановил это безумие и дал, наконец, мир этой многострадальной земле. Просим, Господи, Духа Твоя Святого в руководство всем тем, кто совершает там служение в церквях, в евангельских программах. Благослови и руководи руководителями этого государства, теми, от которых зависит многое в исходе этой войны. Дай, Господи, мудрости, и дай нам, Господи, однажды услышать добрую весть, что наступил мир. Мы ожидаем этого с нетерпением. Мы ждем, Господи, также Тебя, чтобы Ты положил конец этому страданию и горе, чтобы Ты положил конец этой греховной земле и наступило вечное Твое царство. Мы ожидаем Тебя с надеждой, с верою, поднимая свой взор в будущее. Господи, мы надеемся только на Тебя и на Твое обетование, которое дал нам в Слове Твоем. Благослови, Господи, нас в этот час. Брата, который будет передавать Слово Твоего, надели особенной силой и вестью от Тебя, чтобы он мог передать это в простой, ясной форме, и это стало бы побудительным мотивом для наших решений. Благослови каждого участника и каждого, присутствующего здесь на этом служении. Просим мы во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах Бога нашего. Хвалите Господа, ибо добр Господь, как прекрасно воспевать Его имя. Приглашаем хор, который воспоет Божье имя и прославит его вместе с нами. Приглашаю хор. Приглашаю хор. Приглашаю хор. Приглашаю хор. Продолжение следует... 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 Господь, благословляем, да, в кругу. Благословите Господа, все рабы Господни, стоящие в храме Господнем, к святилищу руки воздев, благословите Господа. Благословит Господь тебя в Сиона, сотворивший небо и землю. И мы благословим Господа, поднявшись на наши ноги, воспев встроенно вместе псалом «Боже, мы поем тебе». Боже, мы поем тебе, почтою мы величайны. Мы народ твой на земле, все тебя здесь расслабляем. Песня «Боже, мы поем тебе, мы поем тебе». Песня «Боже, мы поем тебе, 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 мы ПЕСНЯ ПЕСНЯ